Всем привет, с вами снова Виталий Ниббл. Хочу записать небольшую видеозаметочку по работе с Excel, а именно немножко расскажу про функцию ВПР, а если быть точнее, почему она может не срабатывать. Я в последнее время обрабатываю большое количество прайсов, которые загружаю на свои интернет-магазины по мебели, то есть выглядит данный прайс в таком виде, то есть у нас получается одна опция, то есть как бы другая опция и вот такой матричный вид. И если бы не функция ВПР, я бы, не знаю, эти прайсы обрабатывал бы, не знаю, годами, то есть как бы с функцией ВПР я это делаю буквально там, не знаю, там за пару часов, но при каком-то моменте у меня перестала она работать, то есть она, давайте вот сейчас откроем, то есть у меня, допустим, вот есть первый столбец это вот товар, а второй вот этот столбец тот, как мне нужно делать сравнение, и вот, допустим, мы давайте наглядно все это сделаем, то есть мне нужно сделать небольшое сравнение, протягиваем, и вот как видите, то есть она получается должна найти нам, поставить здесь кровать Кая-2, потому что она у нас в этом столбце есть там 3, 4 и так далее, но у нас она почему-то тублирует предыдущую, предыдущее первое совпадение, то есть можно здесь, не знаю там, что угодно делать, ничего не помогает, то есть я на это потратил огромное количество времени, пока не понял, что данная проблема решается следующим методом, то есть надо в Excel зайти в меню формула, параметры вычислений и сделать автоматически, либо автоматически, кроме таблиц, то есть и как видите, то есть как мы только это переключили, то есть у нас сразу она автоматически уже все изменила, то есть и вот она сделала сравнение, то есть как бы вот сравнила первую столбец с 13 и показала, где у нас идет совпадение, то есть данная функция очень удобна, но вот из-за вот это вот случайного переключения, которое я сам буквально там за день до этого сделал, зачем я сделал, это будет в следующей статье, то есть тоже очень интересно, вот у меня перестала работать функция ВПР, надеюсь данный материал кому-то спасет время и нервы, я его продублировал на свой блог Ниббл и также вот на свой YouTube блог тоже размещу данную видео инструкцию, так что оставайтесь, дальше будут инструкции, постараюсь почаще выкладывать, с вами был Виталий Ниббл, всем пока!